здравствуйте друзья у нас в студии гости ну гости вот и представляйтесь раз гости добрый день у меня зовут нафиса я из города уфы приехала в калифорнии уже из нью-йорка так как давно приехали в америку то в августе прошлого года в конце то есть годик буквально годик с небольшим в америке как вас вообще называют люди вот там сокращенные кому-то и нет сокращенного нет нафиса инфисой кому как анфисы да вы будете антиста хорошо как угодно да меня зовут михаил петрович анфиса как вообще в америку попали я вышла замуж за американцы совсем американцы по-русски не говорит вообще нисколько он серединке америки родился здесь вырос но живете вы где с ним в нью-йорк то есть она серединке америки все-таки в бруклин захотел ну да он просто у него бизнес который функционирует хорошо только в нью-йорке а что же за бизнес с международными поставками конечно пытая в америку в канаду в англию понял то есть логистика как хорошо так а вы чем занимались вот пока в башкирии жили башкортостане я я 17 лет проработала на одну компанию газпроме живем межрегион газ какой-то дочка газпрома или что это как бы внучка газпрома внучка так ну как там есть гаста все в порядке платят деньги то или как не обижают сотрудник нет вот слава богу с сотрудниками все хорошо команда прекрасно люди которые хотели бы работать там скажем системе газпрома в дочке внучки то в падчерице это так достаточно свободный вход или это нужно по блату или как-то ну вот не просто так скажем так присутствует оба компонента но совсем совсем по блату тоже не имеем мозгов и не имея способности тоже невозможно а без блата но с мозгами можно да то есть конкурс вот люди которые живут там скажем в уфе они говорят смотри вот там больше плачет а здесь меньше не пойти ли нам вот скажем газпром и конкурс очень большой машин поедет до полю хорошо лучше ему не так много таких предприятий куда хочется пойти работать там х очень хороший социальный пакет были хорошие зарплаты то есть это социальный пакет это что страховки страховки оплата раз в год оплачивали туристическую путевку куда-нибудь за границу да так хорошо за границу куда вы ездили к лично я весь мир объездил хорошо не наш там бесплатный газ там дома еще нет ничего нет такого нет хорошо ладно значит работали вы в газпроме никого не трогали и вдруг раз вдруг раз я решил что пора выходить замуж и она вместе там нету что это не хочу никого обижать понял понял ну как бы все в порядке там с мужчинами но мне захотелось что ты экзотическое экзотического по английски говорили очень мало но так очень вот такой уровень как раз достаточно чтобы путешествовать что хорошо теряться ни в какой стране уже кое-что уже кое-что я его изучал на но вы не хотели какого-то какой-то францию ли там какой-то из этом в ирландию а вот именно вот в америку хотелось или случайно такой вот так случайно вышло в общем я не не очень-то сильно планировал но так получилось ну как раз позвали замуж и ну как даже не просто у вас там нашел в сети где-то вы же как-то какую-то активность проявили но естественно скажите многие девушки интересуются нет не буду рассказывать не буду рассказывать подробности но как-то взять какой-то зарегистрируешь я просто искал кого-нибудь кто мне покажет бруклин я просто до этого много раз приезжал в америку в нью-йорк мне очень нравится нью-йорк и где-то мы на фейсбуке значит пообщались на тему как посмотреть какие-то интересные места в бруклине но он и воспользовался вот раз и замуж и ну нет не сразу мы пообщались и очень пообщались расстались и я уехал к себе обратно в фу и уже осенило что он теряет самую лучшую женщину в его жизни обычно бывает ценишь когда теряешь друзья да и в общем то то есть вы проверили свои чувства разлукой да сказать хорошо хорошо так приехали в америку год назад ну и и но вы не первый раз конечно но все таки вот одно дело туризм другой иммиграция приехали а есть такое что-то вот что думал одно получилось другое на самом деле вот разочарование муж какие-либо даже в положительном смысле я вообще не разочаровалась ни разу несколько тем более у меня была прекрасная возможность первый раз жизни целый год не работать как здорово я работала с института до конца августа прошлом дар постоянно этот первый раз у меня появился один год дарок свободный я приехал по моему 25 августа семнадцатого 21 августа в семнадцатый я уже здесь понял я делаю засиделась такой вопрос а вот говорят девчонки которые замужем за американцами что они как-то вот не считают что домашняя работа это исключительно прерогатива женщин они очень активно там участвуют помогают готовят там убирают и вот есть такое и он говорит вот это твое ты делаешь нет как бы я сама люблю все это делать я это делаю как бы если они будут делать он просто не будет делаться в принципе и меня заставлять тоже никто не будет хорошо вот давайте так вот вы сейчас год не работали и вы могли себе позволить там дома там чуть такой поделки и сейчас вы начнете приедете начнете работать копеечку какой зарабатывать может быть ваш муж хорошо зарабатывать ему не так важно ваша копеечка я не знаю да так есть вот но по-любому нам для себя зарабатывать конечно на семечке на помаде не в этом дело чтобы знать что ты независимый человек что ты свободны что ты можешь что еще не то что привязан кому-то деньгами а ты привязанными на отношения но все-таки то есть вы тогда будете редко видится никого будет дома прибрать и ну как же жить ну наймем себе какой-нибудь мексиканочка он понял будет приходить нас убираться хорошо это понял так с мексиканочка мы разобрались вы живете там в квартире в доме мы живем квартире пока мы хотим переезжать в следующий год куда-нибудь еще из нью-йорка нет не из нью-йорка в пределах нью-йорка на или в домик или куда-то уже в пригород нью-йорка а вот муж например он вырос и в доме там где-то глубинке то есть у него есть там тяга там к огороду кустики посадить там него нет он наоборот я наконец-то в первый раз жизни рад что мне не надо самому ничего чинить да 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 что не надо чинить крыши не надо ничего самому латать родители ваши чё говорят но у меня только мама на учет за меня рада но вам не хочет вам пережили нет конечно у мамы там еще помимо меня есть двое деток внуки возрастных внук на так что и там не скучно ну хорошо ладно давайте да про америку значит у вас есть какое-то общение там русскоязычное в нью-йорке очень небольшой я его изначально стараться избегать в плане того чтобы подучить английский я старался больше с мужем общаться с его окружением так неплохо для рискут да ну как бы муж весь день работать ему со мной поболтать ты тоже не особо есть время вот так друзья выйдешь потому что а потом ну все-таки до нашлись там две-три подружечки русскоязычные в магазин русские ходите там гречку селедку естественно естественно почти уже 30 лет тут и вот только-только же нагреть знаю что мы больше не будем брать гречку в русском магазине а будем брать американскую потому что можно назвать зеленый ну да не не жареную так мы как-то приноровились с ней работать и она сейчас больше нравится ну да селедка черный хлеб а еврейская гречка она коричневая зеленая есть прям из израиля гречка я чуть не видел она то израильской многие ходят в израильский магазин и еврейский магазин и у нас что-то тут с этим в нью-йорке может быть есть у нас тут нету да помолись над ней и уже низко смотря какую молитву скажешь вот такая будет так помолишь православная будет гречка ну хорошо ладно так мы за американскую жизнь давайте начало спрошу язык я понимаю что вы еще не работали в америке поэтому вам трудно судить о о том насколько влияет скажем слабые отсутствующие английские ножи но ты с того что вы видели вы же видели там разных людей за года вот есть люди которым просто жизнь переломана того что они с языком у них так вот плохо те кто приехал стану ей больше вот в школе видов людей у которых слабенько им посложнее но они не переломлен нет конечно чуть 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 даст тяжелее в принципе возможно и мне чуть чуть тяжелее потому что у меня если я через пять лет сюда пришла уже возможно еще лучше через пять лет жизни в америке да не уже лучше сейчас уже может быть да хорошо а вот с точки зрения знаете чего многие люди приезжают сюда ну или скажем планируют приехать сейчас идет как раз заполнение формы для участия в лотерее green card там это 9 2020 и пули планы там настроение всякие так далее ну и вот они может быть ожидают что учета тут дадут или помогут или как-то поддержат или как-то вот есть на на что опереться но вот есть тут на что опереться или как над самого выживать я понимаю что у вас есть нужно когда я лично не опиралась мне кажется я видела людей приехавших сюда которые до сих пор на шею государства висят но это такое жалкое зрелище еще ради этого не стоит сюда приезжать ну то есть нет бывает что детей там 8 человек это одна история но когда они допустим и вроде не старые и могли бы работать сейчас работы много любой надо работать я просто видела людей и таких и таких но здесь зависит работа работа дает что-то до 100 процентов то есть как социализацию проходишь а также который такой какой-то не непредель его видно издалека вот он идет там где-то вон там за 300 метров и тоже видишь чуть с ним не так по его и осаночкой это и а в сан-франциско там еще много пенсионеров наши вот они там с кошелочкой так такой кадр прямо у меня пока не было разрешение на работу у меня появилось прям чувство зависти даже этим продавцам магазинах что они могут сидеть и вообще когда-то работа делать я как-то зашел там магазин и там стоял я сейчас же вхожу зал и я вижу там эти парни они там качаются вот и вот такой качок наш вот такие вот бицепс и такой чем маечка такая в облипку и он на кассе стоит иначе тот он берет там ну по ленте это идет там к банке какие-то там не знаю там что-то коробки а тут вот корзинка в которую это складывает там кашелка и так значит тут взял так подбросил туда там поймал сюда положено как цирки вот такой жонглёр настоящий жонглёр бом-бом-бом пола и это я думаю боже и довольны жизнью слушай сколько он там получает на кассе стоять понимаешь но качок потом стоит ему хорошо вот поэтому можно жить конечно с удовольствием а можно можно без донат с удовольствием смысл без удовольствия ну хорошо в школе у нас сложно учиться материал сложный или или чего первый месяц вообще был материал очень доступный даже с моим уже сколько раз августа середины до середины дарались прошли как половину мы уже перешли в вторую половину первая половина была очень очень такая для восприятия не сложно несложное вообще а вопрос задач не отвечают да но я просто как бы оставалась занималась учила ну как бы этот сейчас вторая половина она лично для меня сложнее но и техническая до более техническая она для меня сложнее в общем просто я по никогда жизни этого не можно сказать что тестирование как предметную область если не залезать в техническую часть она какая очень органично и как бы должно было бы каждому быть понятно ну то есть ничего такого там нет чтобы там я по себе могу достаточно интуитивная такая область где в общем-то понятно да и меня просто один момент удивил мне вот мне лично как бы основываясь на мой предыдущий опыт мне вот этот писанина багрепортов и тасс кисло мне да она мне прямо описать его гада у меня будет это сплошным потоком идти и как-то нормальными зато мне технической часть идет тяжелее а людям у кого только техническая часть вообще на высоте они приходят с разным багажом писанина чуть-чуть напрягает но я хочу сказать что два интересных фактора здесь есть первый фактор интересный это то что проходит какое-то время и ты начинаешь лучше хватать и большими порциями и перестаешь там как-то сильно на это обращать внимание но второй фактор очень интересны когда проходит лет пять уже не имеет значения что-то там делал раньше поэтому человек который проработал там пять лет и человек проработавший 20 лет с точки зрения вот того багажа который он принес вот что у него там есть из полезного из того чем можно сегодня вот поработать так разницы нет никакой кроме того что он старше он может быть устают быстрее и уже интересы к жизни мечта к производству и вот и вся разница поэтому это все наверстывается это неплохо а вот настроение хорошее вот так вот как в коллективе у нас такая отличная группа замечательная группа я у вас фултайм или экспресс у нас фултайм а то есть было много приезжих нас много ну да у нас основная масса а вы разговариваете скажем девочки там из индии у вас там есть вообще дружба у нас две индиянки всегда всего просто в других группах их ногу на дороге всего 2 мы очень подружились они очень забавные и они очень позитивные они не все я за всех не я скажу то что я видел и других разный будет а вот наши вообще такие два молодца они говорят понятного акцент понимаете у одно и очень понятный у другой чуть чуть тяжелее но в общем то если пять раз спросите меня обидно но вы на самом деле пользуйтесь потому что это акцент с которым говорят рекрутеры и когда работать начнете там будет много народу с именно с этим акцент поэтому у вас как бы есть возможность приблизиться ну хорошо а вот вы еще не начали автоматизацию еще нет но скоро уже вот вот может через недельку или насыщен не понял но там html там javascript до стима утра скрипт были ну так ключу html легко javascript сложнее сиквел сиквел было первая половина я ее освоила вторая как-то еще надо ну хорошо я нашим зрителям скажу что тут у нас есть вот две девочки вот значит анфиса и там еще еще одна девочка да вот и за киргизии оригинале вот и они тут сидят сутками вот сегодня суббота вот сегодня суббота это я пришел потому что там у меня жена занят этом ночью буду дома сидеть пришел на работу а так вот они сидят субботу это же нет большого ума если это большое стремление на стремление большое поэтому пытаемся развиваться но посажаем жанны тоже нет бэкграунд даже жанна откуда приехала ну вот жанна который с киргизии да сюда к нам надо а из лос-анджелеса то есть у вас теперь будут друзья в лос-анджелесе да ну что же хорошо так а вы вместе занимаетесь или там каждая там свой леденец вместе хорошо нам удобнее друг другу еще пытаемся что-то объяснять пока друг дружке объясняем начинаем понимать лучший способ выучит кому-то объяснить попытаться начинаю чтобы объяснить надо по-другому понимать надо глубже это это правда да это известно известная хохмочка что хочешь выучить объясни другому то есть как жертва ну что же а вот у вас есть какое-то ожидание вот я пойду на практику и куда бы вам хотелось на практику чтобы что там такое произошло я хочу на любую практику где будет хорошие скилсы то есть я просто за навыками да иду за навыками мне очень хочется вот научиться я учусь когда что-то делаю мне большинство людей так они рук руками то есть вам не важно это будет мобильная или вебовская неважно тому не какой-то самый дрон нет пока не без разницы пока я может мало в этом понимаем может какой-то момент не будет приоритет данный момент мне все одинаково начальником хотите там менеджером ну со временем вы вырекают начальник конечно действие ну такое чё же вам отказываться поработаете там годик-другой и пойдет снова начальники если получится пойдем чушь не пойти все практиканты будете брать из наших студентов будете брать практика знать ладно друзья ночмы за анфисой будем присматривать и вы будете у нас докладывать какие какие успехи вот а вы вопросы пишите в комментариях вот там значит девушка замужем вы уже все уже все ссори ссори а то часто спорта замужем ссори да вопросы давайте там кто из башкирии там были татары какие да все всех нам с вопросами и писать по-русски я писать не умею но прочитать смогу ладно давайте тогда давайте тогда в связи с тем что у нас лотерея пожелаем всем удачи особенно тем кто смотрит наш канал и особенно особенно тем кто смотрит наши видео и я думаю вот что давайте сделаем те кто досмотрел до этого момента давайте мы поставим лайк вот что мы с вами сделаем лайк вот так вот так вот такой рукой так мы с вами делаем такие два лайка и вы в этот момент ставите свой и таким образом мы получаем такой импульс создаем точнее создаем такой импульс в направлении выигрыша в лотерею так что к нашим двум лайкам добавляйте свой счастливы друзья и до скорых встреч с анфисой до свидания до свидания